Пока не забыл, расскажу историю. В общем, хозяин этой комнаты, которую мы нашли на Airbnb, вот этого дома. Его зовут Серкан. Он гражданин Великобритании, ну, то есть паспорт у него английский. Но его отец турок, а мать филиппинка. Вот, и, в общем-то, он такой довольно молодой парень. Короче, он там жил-нетужил в Англии, работал в офисе. И потом отправился в путешествие. Попутешествовал автостопом три месяца по балканским странам, там, Греция, ну, какой-то вот этот регион. Вернулся в Лондон и уволился с работы. Короче, он понял, что он, ну, не может так дальше жить и работать. Удивил свое начальство тем, что, в общем, уволился. Взял вот этот вот кемпер, вот этот дом на колесах и поехал на нем путешествовать. Ну, как, поехал в Турцию, в общем, на нем. Решил вернуться в Турцию. Как не вернуться, а переехать в Турцию. И вот в итоге он три месяца путешествовал на этом кемпере. Я поставил его сейчас здесь, нашел вот этот небольшой такой в деревенском стиле домик возле Фетхие, на окраине Фетхие. Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот это его домик, такой одноэтажный, такой простой кладки какой-то деревянный, кирпичный. А вот это вот дома, которые, в принципе, сейчас принято в Турции строить, в каких люди живут. То есть, такие солиденькие трех-четырехэтажные дома, там, с бассейнами, с территориями и так далее. И среди этого у него вот такой вот стоит деревянский дом. Сейчас он не работает, я так понимаю, это вся история недавно с ним произошла. Вот, но сдаёт на AirBnB, он сдаёт этот дом на колёсах, можно в нём переночевать, а можно вот в этих, в этой комнатке в доме, в которую мы, в общем-то, заселились.